Начнем сегодня наш выпуск с информации, которая обычно завершает новости. С погоды. Если на улице воды по колено, а по дорогам плавают машины, это еще не означает, что вы на Дальнем Востоке. В других регионах тоже сыро, хотя, конечно, не так, как в Преамуре. Эта полноводная река еще утром в понедельник называлась улицей Ленинского комсомола. Тот, кто рискнул проехать по нему после дождя, вечером поплатился. По меньшей мере личным автотранспортом, побольше и здоровьем. А вот эта река под названием Пролетарская вообще впадает в настоящее озеро. Машина, поток. Куда же идет эта вода? Вот куда она идет. Волга из берегов не выходила. В Венец у Чебоксары превратились из-за дождей. Вообще, последнюю неделю у нас были хорошие такие обильные осадки по республике и по Чебоксарам в частности. Это все было связано с выходами южных циклонов. И вчера, вот в частности, тоже выход южного циклона. То есть эти циклоны приходят, как правило, теплые, очень влажные. Ну и если им есть куда уйти, они проходят мимо и количество осадков не такое большое. Но сейчас его затормозил антициклон, который располагается по северу европейской территории России. Он в него как бы уперся. Дальше идти некуда. Поэтому вся влага, которая в нем была, она вылилась именно на нас. В принципе, в принципе, ничего такого сверхъестественного нету. Потому что все-таки же дожди ливневого характера каждый год есть. И 38 миллиметров это никакой не рекорд, ничего. Это просто неблагоприятное явление. Что ж, если специалисты считают это явление рядовым, то интернет-общественность высказывает мнение, что подобного не было несколько десятилетий. Как подсказывают синоптики, вчера с трех часов дня в Чебоксарах выпало 50 миллиметров осадков. Всего за 9 дней календарной осени выпало 217,6 миллиметров. При том, что месячная норма составляет всего 51 миллиметр. Выходит, нынешний сентябрь самый мокрый за последние 34 года. Так или иначе, какой бы мокрой ни была осень, средства спасения от таких наводнений придумали еще много веков назад. Это ливневая канализация или просто ливневка. Почему изобретение древности не спасло современные Чебоксары, непонятно. Мне тут пару месяцев назад говорили, что ливневку на новых дорогах проектировщики заложили нормальную. Я тогда еще ее сравнивал с московской. В Москве обочины глубокие, а у нас раза в три меньше. Мне говорили, что ничего, я в этом не понимаю. Все сделано нормально. Вот теперь вижу, весь город нормально у нас сделан. Возмутила горожан не только работа дождевой канализации, но и трудолюбие чебоксарских дорожников. Они укладывали асфальт, невзирая на погоду. В интернете появилось видео под названием «Наноасфальт». Что ж, как скажется, такой сырой способ на качестве дороги мы узнаем позднее. Так или иначе, синоптики обещают, в ближайшие дни погода улучшится. Небо пореснится и станет значительно суше. Впрочем, осень только начинается. Возможно, приобрести стоит не только резиновые сапоги и дождевики, но и плавсредства. Ольга Пыречкина, Александр Петров, Республика. На роликах, которые появились в интернете после сильного ливня, видны автомобили. Некоторые из них были затоплены почти наполовину. Тем не менее, в чебоксарских автосервисах не отмечают особой активности. Специалисты советуют, если вам необходимо проехать огромную лужу, лучше не делать этого на скорости. В противном случае могут возникнуть большие проблемы с двигателем, вплоть до того, что потребуется полный ремонт, который стоит от 20 до 50 тысяч рублей. Если вода попала в салон и затопила воздушные фильтры, то машину нужно просушить, не заводя двигатель. Удивительно, но несмотря на потоп, резкого увеличения количества аварий в чебоксарах не наблюдалось. Всего 9 сентября от ДТП в республике пострадало 3 человека. А серьезные пробки в городе, по мнению специалистов, связаны не столько с дождем, сколько с увеличившимся с приходом осени транспортным потоком. На наступлении осени и в сумерках мы каждый раз сталкиваемся со всеми проблемами безопасного дорожного движения. В основном оказывается и на столице нашей республики, когда начинается период дождей, и на территории всей республики, на республиканской дороге. Вчера в городе Чебоксары после прелиного дождя вы видите транспортный коллапс. Мы все понимали это и сами выезжали и видели, что заторы почти на каждом перекрестке. Просто рабочий день, в основном все передвигаются на транспортных средствах. И вы видите, что учебный год уже начался. Здесь видно, что потоки идут, движения молодых водителей и студентов прибыли в столице нашей республики. И движение в основном после такой летнего периода, после каких-то каникул усилилось. Но хочется еще отметить, что движение на федеральной трассе в основном идет где-то ближе к городу Чебоксары. За сутки проходят 40 тысяч транспортных средств. Вы видите, что тоже можно отметить сегодня, что очень трудно проехать обездную дорогу города Чебоксары от Лапсар до Карачур. Ну и республиканские дороги. Сегодня вы видите, что есть определенный за летний период ремонт. И видно, что скоростной режим увеличился. И здесь видно, что дорожно-травственные происшествия уже участились.